А то, что он проводит выборы сейчас, это связано не только с тем, чтобы исторически провести раздел, он хочет остановить реваншистов, которые готовятся. Он и парламентский выбор объявил весной, тоже из побуждений, из таких же опасностей, что реваншисты могут прийти через парламент и вернуться к власти. Они пойдут на выборы, чтобы совместно с Нуркаевым изменить страну и построить новый Казахстан. Если реваншисты придут, они придут завоевать власть, снова, обратно, установить статус-кво. Вообще, насколько Такаев тот лидер, который может противостоять, на ваш взгляд, противостоять Владимиру Путину, он насколько сильный с точки зрения выдержки, с точки зрения политического опыта, с точки зрения самостоятельности, действительно? Вы знаете, его кажущая такая мягкость, его интеллигентный вид никого не должен вводить в заблуждение. Этот человек довольно мужественный, и он продемонстрировал это в начале января 2022 года. Правоохранительным органам и армии мною дан приказ открывать огонь на поражение без предупреждения. Очень жалко, что опять заплатил простой народ высокую цену своими жизнями. Правоохранительным органам и армии мною дан приказ открывать огонь на поражение без предупреждения. Но это сильный лидер. Правоохранительным органам и армии мною дан приказ открывать огонь на поражение без предупреждений. Все лето они собирались с Назарбаевым, с Дарягой, встречались все люди, которые боятся за свое будущее и за своего прошлого, особенно богатые люди. Они понимают, что объявлена национальная программа возвращения активов, похищенных активов и дивидендов полученных, она все-таки будет воплощаться под давлением общества. И у них свои планы были на следующие два года. Мы уже заметили активность создания партии, мы заметили активность блогеров некоторых, которые в принципе не напрямую, но косвенно ангажированы уходящей властью. И с этой точки зрения он тоже совершает правильный шаг.